Уважаемый Вадим Николаевич, уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется в случае клинического наблюдения пациентки, страдающиеся метастатическим раком почки. Почечный клеточный рак занимает одно из ведущих мест в мире по заболеваемости. В 2012 году было зарегистрировано более 330 тысяч пациентов. Летальность при этом составила более 140 тысяч. В России в 2014 году зарегистрировано более 20 новых случаев. Около 20% больных имеют отдаленное метастазирование на моменте установки первичного диагноза. И у 50% больных после радикальных нефректомии по поводу места распространенного почечного клеточного рака впоследствии развивается диссеминация процесса. И около 50% исходно или в дальнейшем будут нуждаться в применении противоопухолевой лекарственной терапии. В настоящий момент целесообразность выполнения стереотиктивных операций при метастатическом почечном клеточном раке дискутабельна, хотя с каждым годом появляется все больше и больше работ, подтверждающих необходимость выполнения таких операций. И имеющиеся литературные данные показывают целесообразность выполнения таких операций в полном объеме, что значительно повышает показатели выживаемости до 4 раз. Ваше внимание, предлагается клиническое наблюдение. Пациентка 1957 года рождения поступила в клинику с диагнозом первично-множественный опухоль, опухоль левой почки Т3Б, Н0М0, третья стадия и опухоль печени. При первичном обращении в августе 2008 года по данному ультразвуковой исследовании выявлено бугристое патологическое образование размером около 6 см, тромб почечной вены. Правой долей печени по передней поверхности патологическое образование 60 на 68 мм. Диагноз был подтвержден данными мультиспиральной компьютерной томографии. Был выявлен также тромб, и протяженность тромбы была небольшая, около полусантиметра. По данным спиральной компьютерной томографии легких, в остеосцентеграфии, данных за наличие метастатического процесса получено не было. Учитывая наличие на образование в печени подозрительно на опухоль, либо на гемангиому, пациентке произведено изотопные исследования с энтиграфией с меченными ретроцитами, но признаков объемного образования правой доли печени, характерной для гемангиома, выявлено не было. На этапе обследования в проэценке произведена биописия опухоли печени. Морфологи злокачественных опухоли элементов не нашли. 5 августа 2008 года произведена ангиография, целиакография с целью визуализации печени, ее сосудов и наличия объемных образований. Также произведена химомеханическая мобилизация левой почки. У пациентки отмечался посттабуляционный синдром, боли в поэтичной области, артериальная гипертензия, различные изменения в биохимических показателях крови. Вторым этапом 4 сентября выполнена лапаротомия паштарзл, нефроадреналэктомия слева, тромбэктомия из нижней пола и вены и РЧ-ассистированная паратуморальная резекция печени 4, 5 и 8 сегментов и холецистэктомия. Гистологический светлоклеточный рак почки, форма Н2 и смешанная ангиома печени, артериальная и венозная срезка, выраженная проэферация миопители. Однако, произведя иммуногистохимическое исследование опухоли, был выявлен, что эта опухоль не является ангиомой, а является поточноклеточным светлоклеточным раком почки. Диагноз изменился и стал звучать как светлоклеточный рак левой почки, ПТ3Б и 0М1 печень, 4 стадия. С 2009 по 2011 год пациентка находилась под динамическим наглядением в клинике. Она покалывалась два раза в год и производилась компьютерная томография. На слайдах представлены компьютерные томограммы от 2009 года при КТ брюшной полости данных за наличие рецидива в зоне операции либо поражения параковальных параортальных лимфузлов и изменений в печени не выявлено. Та же картина наблюдалась и в 2010 и 2011 году. В связи с тем, что изменений не было никаких у пациентки, а дивантная терапия, согласно данным Европейской ассоциации урологов, она не проводится. В апреле 2012 года, через 4,5 года от операции, у пациентки отмечено прогрессирование. По данным мультиспиральной компьютерной томографии легких, появились мелкие очаги в обоих легких, максимальным размером до 3 мм. Но по современному классификации эти очаги значимыми не являются. Но при томографии брюшной полости в правой доле печени отмечены патологические гипервоскулярные образования в 7-8 сегментах, около 5 см в диаметре, что представлено на данных слайдах. И отмечено по данным МСКТ ангиографии патологическая воскулиризация этих образований. У пациентки выполнена 22 мая 2012 года биопсия печени, морфологический светлоклеточный рак, в связи с этим произведена химиомобилизация печени и этих образований. В августе 2012 года при контрольном исследовании отмечены признаки регресса образования в печени после проведенной химиомобилизации до 3,5 см. В дальнейшем произведена доемобилизация этих образований. И 7 ноября 2012 года под узиконтролем произведена чрезкожная трансправулярная радиочастотная абляция метастаза в печени. В декабре 2012 года, через месяц после проведенной радиочастотной абляции, выявлена регрессия метастаза в печени, значительное уменьшение его размеров. Дополнительно была произведена химиомобилизация печени и отмечена стабилизация у пациентки. Однако в 2013 году при исследовании у пациентки отмечено прогрессирование заболевания. Выявлены множественные метастатические изменения в легких до 1,3 см. Метастазы в печени множественные различных размеров от 1,8 до 2,3 см. Метастатическое поражение поясничной мышцы и метастатическое поражение правой почки. С декабря 2013 года, через 5,5 лет от операции, в связи с множественным метастатическим поражением, пациентки начали таргетные терапии с унитенибом. По 50 мг ежедневно, схема 4,2. Это 4 недели приема, 2 недели отдыха. Такое лечение продолжалось до апреля 2014 года. Но в связи с осложнениями терапии в виде плантарного синдрома и артериальной гипертензии, произведена отмена препарата до июля 2014 года. Далее схемы лечения продолжены, но по другой схеме. 50 мг приема, но схема 2,1. 2 недели приема, неделя перерыва. На этом фоне наступила стабилизация, но в феврале 2015 года отмечено прогрессивное появление метастатического поражения в костях. Сунитениб был отменен. В связи с жалобами на боли в правом тазобедренном суставе, правой стопе, затруднение при ходьбе пациентки произведено рентгенологическое и МРТ исследование, выявлен остеолитический очаг в головке правой бедренной кости с опасностью патологического перелома и в кленовидной кости остеолитический очаг размером 29 мм. В связи с этим начата вторая линия терапии эвиролимусом по 10 мг в сутки и бифосфонат. С 25 февраля 2015 года по 13.03 пациентке проведена дистанционная лучевая терапия на область шеки правого бедра и правой кленовидной кости. В кленовидной кости достигнута стойкая ремиссия, отсутствие болей, а пациентке также произведено в июне 2015 года в институте травматологии, эндопротезировав право тазобедренного сустава эндопротезом циммер, цементной фиксацией бедренного компонента и костой пластики дефектобертлужной впадины. Несмотря на это, в сентябре 2015 года отмечено прогрессирование повторное. В легких появились множественные патологические очаги в печени и появились новые очаги деструкции в костях. В головке четвертого ребра слева, в акромиальном окрозке правой лопатки и в переднем отрезке второго ребра. В связи с этим была возобновлена терапия с унитенибом, которая продолжается по настоящее время. То есть произведена реадминистрация препарата, который применялся сначала у пациентки, и назначенный бифосфанат. Контрольное обследование легких и брюшной полости от 25 октября 2016 года показало стабилизацию процесса. Общий срок наблюдения составил 8 лет 6 месяцев. Пациентка продолжает получать сунетениб по 50 мг 1 раз в день, 7 дней приема, 3 дня отдыха. Качество жизни по ИГОК-1, Карновске-80, пациентка работает в настоящее время. В заключение хотелось бы сказать, что применение комплексного подхода в лечении больных метастатическим раком почки, используемых различных методик, позволяет добиться хороших онкологических результатов и удовлетворительного качества жизни у пациентов. Спасибо.